Три основных действия, которые мы сегодня должны совершить. Первое, что мы должны сделать сегодня, это мы должны благословить всех школьников, студентов. Мы также и вчера провели это священное действие, поэтому сейчас я приглашаю всех школьников, студентов. Выходите вперед, потому что мы хотим благословить вас. Драгоценная церковь, я предлагаю всем встать. Мы ждем всех здесь, на этом месте. Это важный момент, потому что дети наши, это божьи наследники. И также это наследие нашей страны, поэтому Господь желает, чтобы излить свои благословения, чтобы они были успешны во всем. И также в учебе, в познании, в познании новых наук. Аллилуйя! И есть большая сила в благословении церкви. Есть огромная сила, когда Дух Святой прикасается к нашей молодежи. Вы помните Данила? Мы читаем о них, да, в Ветхом Завете и его друзей. Они были прекрасными людьми. И написано, что на них был Дух Превознесенного Бога. Кроме того, что они были умными, но было что-то, что их отличало от других. Ну, конечно, это не красивые глаза, не их рост, не их внешний вид. Они отличались, чтобы Превознесенный Дух Божий пребывал на них. И все, чтобы они не делали, они имели успех, потому что они принимали разумение и мудрость от Господа. Поэтому прекрасно, что у вас есть таланты. Но мы хотим помолиться за каждого из вас, чтобы Дух Святой отличал вас от всех остальных. Итак, драгоценная церковь, давайте благословим наших драгоценных детей. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы приносим в Твое присутствие это прекрасное наследие этих юношей, детей, молодых людей. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Дух Святой сегодня по-особенному дотронулся Господь до них, как Твой Дух был на Илии, на Данииле и на его друзей, как Твой Дух был на Яне Крестителя. Мы просим Тебя, Господь, Дух Святой, прикоснись на каждого, прикоснись к каждому, Господь, дай, Господь, им разумение, чтобы Твоя мудрость, Твоё разумение помогало им принимать сложные науки, преодолевать все препятствия, чтобы, Господь, у каждого был сверхъестественный разум, сверхъестественное понимание. Мы благословляем их, высвобождаем все Твои дары и провозглашаем, чтобы их возможности, потенциал были раскрыты чудесным образом, чтобы они совершили в будущем великие дела во имя Твоего, Господь Иисус Христос. И вся слава да будет нашему Господу. Аминь. Слава Богу, возлюбленные! Вы можете пройти на свои места. Второе. Я вам сказала, что у нас сегодня три священно действия, которые мы должны совершить. Второе, что мы должны сделать, я предлагаю, чтобы мы сейчас в единстве помолимся за нашу Армению и за Арцах, помолимся за мир на границах, помолимся за чудное разрешение от Бога. Это прекрасно, когда церковь ходатайствует и когда призывает Господа в сложные ситуации. И наша группа прославления поведет нас в этой молитве. Поэтому, драгоценные, я вас прошу, чтобы вы сейчас свою веру направили к начальнику нашей веры, Иисусу Христу. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы приносим в Твое присутствие к Тебе, Господь, нашу страну, Арцах, границы нашей страны. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты презрил, Господь, с небес и излил, Господь, Твою благодать на наши страны, Господь. И как никогда мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы просим Тебя, яви Твою мышцу, яви Твои чудеса, яви Твое разрешение с небес. Протяни Твою руку, Господь, как в Арцахе, так и в Армении. Мы призываем, Господь, Твое святое имя из Армении. Мы провозглашаем, что Ты наша единая надежда. Ты есть, Господь, наша скала. Ты тот, который делает невозможное возможным. Ты, Господь, там, где нет выхода, показывай свою славу, Господь, открывай все двери. Поэтому мы просим Тебя, Господь, яви Твою славу. Мы, Господь, также молим Тебя о наших солдат, о наших военнослужащих, которые сегодня охраняют наши страны. Господь, мы просим Тебя, Господь, пусть больше никогда не будет пролита кровь на границе, но пусть, Господь, будут подняты стены Твоего мира. И пусть Твоя слава будет явлена всем. И каждый язык будет исповедовать, что Иисус Христос есть Господь, и каждое колено преклонится перед Тобою. Единый, истинный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аллилуйя. Аминь. 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 Слава нашему Господу. И третье, что мы должны сегодня сделать вместе. И я верю, что это Тебя обрадует. 5 сентября, день рождения нашего драгоценного пастора Артура Симоняна. Он сейчас в Соединенных Штатах, но Лисюна здесь, и там прекрасная церковь, в которой также поднимает наш пастор, и он осуществляет апостольскую деятельность. И я думаю, его сердце это обрадует, когда он услышит наши поздравления, которые мы отправим его 5 сентября. И это будет поздравление от всей церкви. И от всех нас. Я просто сейчас передам наши поздравления, а потом мы вместе все скажем «С днем рождения!» Драгоценный наш пастор Артур Симонян. От всей церкви я поздравляю вас с днем рождения. На самом деле мы славим Бога, что именно вы есть наш пастор, незаменимый. Мы любим вас. Благословением благословляем вашу жизнь, вашу семью, ваше служение, дело рук ваших. И мы говорим, что мы рядом с вами. Разделяем ваше видение, скучаем, и хотим, чтобы Господь сверхъестественные чудеса произвел как в вашей жизни, так и в жизни вашего поколения. И поэтому сейчас мы всей церковью поздравляем и говорим «С днем рождения!» «С днем рождения!» «С днем рождения!» Слава Господу! Господь благословил нас, дав нам такого старшего пастора. А сейчас вы можете присаживаться. Огромная благодарность нашей группе прославления. Сегодня для меня честь стоять перед Церковью Божией, делиться Божьим Словом. И знаете, каждый раз это большая ответственность, потому что я осознаю, что Господь призвал сегодня, в этот момент говорить Божьему народу Слово от Господа. Слово же Божие, оно сильное, и оно как обоюдоострый меч. И когда Он приходит в наши жизни, Он приносит изменения. Оно что-то созидает, что-то отдаляет от наших жизней. И не важно, кто служит на этой платформе в субботу или воскресенье. И я всегда прихожу в Церковь, ожидаю, что любой спикер, любой проповедник, который поднимается на платформу, это орудие от Господа, которое что-то произведет в моей жизни. И сегодня не исключение, я просто убежден, что Дух Святой сегодня также проговорит к нашим жизням. Сегодняшнее свое послание я назвал «Чудо из чудес». «Чудо из чудес». И знаете, в нашей жизни мы время от времени нуждаемся в чудесах. Мы нуждаемся, чтобы Господь явил свою великую мышцу. Потому что бывают разные обстоятельства. Иногда нам необходимо сверхъестественное исцеление. Иногда нам необходимо сверхъестественное вмешательство Бога в нашу семью. Нам необходимо обновление, чтобы сокрушенное восстановилось, чтобы сломленное исцелилось. Иногда нам необходимо сверхъестественное чудо в финансовой сфере, не так ли? И Господь, Он милосердный. И Он исполнен чудесами, благословениями. Божье слово говорит, что милость Божия обновляется для нас каждый день. Но сегодня я хочу, знаете, о чем поговорить? Что сколько бы мы не хотели бы Божие чудо в нашей жизни, есть чудо из чудес, которым является Сам Господь Иисус Христос. Это не просто чудо, это чудо из чудес. Не так ли? Потому что в каком бы чуде ты не нуждался, если ты имеешь чудо из чудес Иисуса Христа, тогда у тебя есть все. И ты можешь уже радоваться, ликовать в своей жизни, потому что все остальное в Иисусе Христе. Все от Него, для Него и к Нему. Все, что нам необходимо для жизни. Можно сказать, бонусы нашей жизни, они приходят от Господа. Поэтому я хочу, обращаясь сегодня, к каждому из вас сказать, как бы вы ни нам ждались в чуде, какие бы чудеса вы ни видели, никогда не позволяйте, чтобы что-то затмило славой Иисуса Христа, потому что Иисус Христос является чудом из чудес. И нам необходимо исполняться им. И трон нашего сердца должен принадлежать только Ему, потому что написано, всякое добро исходит от Отца Светов. И это благо, все, что ни приходило, какое бы добро ни приходило в нашу жизнь, оно приносит созидание, оно приносит радость. Но ни одно чудо, я повторяю, не сможет заменить Иисуса Христа. И поэтому так важно каждое утро, когда мы приходим к Господу, благодарить Его за все чудеса, вспоминая все их, но также исповедовать перед небом и землей, что самое огромное чудо, самое огромное благословение, которое мы нашли в этой жизни, это и есть Иисус Христос. Аллилуйя! Слава Господу! Как-то Иисус рассказал одну притчу. И Он спросил, на что же похуже Царство Небесное? И потом Он рассказывает об одном человеке, который на поле нашел одну драгоценную жемчужину, особенно. И тогда Он пошел все, что у него было, Он продал, и на эти деньги купил эту жемчужину. На что похоже наше взаимоотношение с Господом, с Иисусом Христом? Это драгоценная жемчужина, за которую необходимо заплатить цену, чтобы это взаимоотношение, это общение с Господом, Божие присутствие было в нашей жизни. Может, ради этого нам необходимо от чего-то отказаться, но если вместе с этим мы приобретаем Иисуса Христа, тогда мы ничего не теряем. Апостол Павел говорит, все, что для меня раньше было преимущество, теперь я посчитаю тщет, лишь бы иметь, достигать Иисуса Христа. Поэтому, может быть, в этой жизни, может быть, будет казаться, что где-то есть недостаток, но если мы потеряем Иисуса Христа, мы будем самые несчастные люди. Я это говорю сегодня смело. Я говорю то, что я сам переживал с Господом. Я знаю, что значит жить без Бога и что означает жить с Богом. Поэтому мы сегодня можем открытым лицом заявлять людям, что без Иисуса Христа нет жизни. Она очень прискорбная, но с Иисусом Христом мы имеем все, и Царство Небесное, это не питье и еда, а праведность, радость и мир во Святом Духе. Что заменит это? Что сможет заменить это богатство? Даже если ты можешь добиться очень многого в этой жизни, да, прекрасная семья, хороший дом, но если это не в Боге, все теряет смысл, потому что все это переходящее. Да, этим всем можно насладиться, в какой-то момент, потом это все превращается в обыденность, потому что, согласитесь, человек что-то получает, в этот момент радость, но эта радость в течение времени, она превращается в обыденность. Но когда Господь присутствует в нашей жизни, даже мелочи, даже дни, когда нам ничего такого особенного не обещают, все равно каждый день с Господом. Это радость, это приносит мудрость, это дает наслаждение. Не так ли, возлюбленные? Поэтому, знаете, что я предлагаю? Чтобы мы в нашей жизни не искали чудес и знамений, а самое первое, самая первая ценность для нас было это наполнение Иисусом Христом, тогда чудеса и знамения, они пойдут за нами. Это Божие правило. Даже, помните, когда мы читаем книгу второзакония, 28 главу, она начинается, если будешь слушать голос Бога и исполнять его повеление. То есть, о чем это говорит? Общение, не так ли? Потому что, как можно слушать голос Господа, если у вас не будет общения, если вы не будете радоваться Господу? Дальше написано, не вы пойдете за благословением, а благословения достигнут вас. Благословения будут достигать нас. Не мы будем их искать, а они будут достигать нас. Когда мы будем идти за Иисусом Христом, когда наше первое желание это будет наполняться Иисусом Христом, когда мы будем приходить к Нему как опустошенные сосуды и говорить, Господь, наполни нас, потому что ничто и никто не сможет заполнить сущность нашего сердца, пустоту нашего сердца. Только Дух Святой сможет проникать в эти глубины и наполнять нас Божьим присутствием. Я хочу также сегодня смело заявить, что ни одно чудо Божие, ни одно Божие благословение не сможет дать вам в любой ситуации то, что дает живое присутствие Бога. Ни одно чудо Божие, ни одно благословение от Господа не сможет восполнить в Тебе и во мне ту пустоту, которая есть в нас, как только Божие живое присутствие, которое приходит через Дух Святой. Но оно не придет, если мы не будем стремиться к этому, если мы не будем этого искать, если мы не будем Ему разрешать, говоря, Господь, вот я, наполни меня. Я много видел, Господь, много Твоих чудес, знамений. Сейчас тоже я нуждаюсь в чуде, но сейчас я хочу чудо из чудес. Я хочу, чтобы Ты сегодня наполнил меня, потому что я сегодня как опустошенный сосуд. Вы знаете, бывают ситуации, когда я имею какие-то духовные переживания, и несмотря на то, что я уже служу Господу 23 года, иногда бывают неи, когда я чувствую себя таким опустошенным. Я думаю, я говорю вам знакомые вещи. И знаете, это какое состояние. Не важно, сколько ты знаешь, сколько ты читаешь Божие Слово, какой у тебя есть опыт, переживания. Бывают дни, когда каждый из нас может ощущать, что мы ничего не знаем. Мы пустые, как опустошенные сосуды, которые нуждаются, чтобы Дух Святой пришел и наполнил нас, как когда-то мехи наполняли вином, чтобы нам вновь пережить его присутствие. И тогда это будут самые прекрасные переживания. И ни одно чудо, ни одно знамение не сможет заменить вот эту славу, вот эти переживания, когда Господь посещает каждого из нас. Это божественное переживание, которое мы время от времени можем переживать, потому что это неоднократное переживание. Да, мы однажды кричаемся Святым Духом, но наполнение Святого Духа должно происходить периодически в нашей жизни. И когда мы нуждаемся в этом, мы должны искать Божье лицо и говорить, Господь, исполни меня. Да, у меня есть Дух Святой, но я сейчас ощущаю себя опустошенным. И самое большое чудо, это большая привилегия, которую мы можем иметь, общение с Богом. Господь – это не средство для осуществления наших целей. Господь – это не средство, чтобы добиться счастья в этой жизни. Но Иисус Христос Сам является нашей целью и нашим счастьем. И если у тебя есть Иисус Христос, тогда в самые трудные дни ты будешь счастлив. Согласен со мной? Господь любит совершать добро в жизни своих детей, потому что Иисус, Он отметил, что если мы, как земные отцы, можем делать добро нашим детям, но тем более Небесный Отец, Отец Света, чья сущность только есть добро и благо. Аллилуйя! И вы знаете, трудности, они не вечны. Они на какой-то период жизни, потому что у Бога всегда есть выход для своих детей, всегда у Него приготовлено чудо, всегда у Него есть ответ с Небес, который дает ответы на все вопросы. Но так важно, чтобы ничто и никто, даже на полпроцента, не заменили Иисуса Христа, не заменили Его славу, потому что Он есть наше счастье, наша цель, потому что вне Иисуса Христа нет счастья. Вы не найдете Его. Давайте прочитаем Марка 12, 30. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всею душою, твоей всем разумением, твоим и всею крепостью твою. Вот первая заповедь. Это слова Иисуса Христа. Возлюби Господа Бога твоего. Где ты еще в Псалмах, Давид провозглашает от всего сердца, люблю тебя. Всем сердцем, Господь, возлюбил я тебя. Иисус Христос, всем сердцем я возлюбил тебя. Твои благословения радуют меня, но я всем сердцем люблю тебя. И можно сказать, это взаимоотношения любви. И это самая великая история любви между Богом и человеком. Ибо так возлюбил Отец этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. И знаете, что так же удивляет, что Единородный Сын так же возлюбил нас, потому что Он пришел на эту землю, согласившись быть распитым, пройти этот жестокий путь, но чтобы разрушить завесу, которая разделяла нас и не давала нам возможность прямого общения. Господь прошел этот путь, чтобы скиния была сегодня внутри нас, чтобы каждый из нас был рожден свыше и стал Божьим детем, а Он стал для нас Отцом. Это история любви. Никогда не теряя это чувство восхищения Иисусом Христом. И в 36-м псалме написано, «Утешайся Господом, и Он даст желание сердца вашего. Утешайся Господом». И меня так затронули эти слова. И в армянском переводе написано, вместо «Утешайся» написано «Ликуй, ликуй Господом, наслаждайся Господом». Но в русском переводе написано «Утешайся Господом». Поэтому, о чем я сегодня говорю, не теряйте этого состояния. Утешайтесь Господом, ликуйте им, радуйтесь им, потому что наше сердце должно всегда радоваться, осознавая, что Бог Всемогущий сегодня обитает внутри нас. Нам необходимо просто наполнение Святым Духом, и Он исполнит желание сердца нашего. И тогда, кстати, желания нашего сердца всегда будут божественными. Они будут согласно Божьей воле. Я всегда молюсь, Господь, я прошу Тебя, я прошу Тебя, я хочу познавать Твое сердце. Я знаю, что Твое сердце огромное, но дай мне познать, что есть в Твоем сердце. Открой мне Твое сердце, яви мне желание сердца Твоего, потому что я хочу, чтобы желания Твоего сердца Духом Святым были также излиты в Мое сердце. И я хочу, как когда-то Давид молился, сердце правое, Дух правое обнови во мне, сердце чистое сотвори во мне. И это так важно, иметь вот это состояние, это драгоценное взаимоотношение с Богом. Опять же, чудеса и знамения пойдут за нами, когда мы будем идти за Господом, когда желание нашего сердца будет познавать Его, желание Его сердца, и когда мы будем прибегать к Господу, когда будем просить и говорить, Господь, мы Твоя скиния, исполни, исполни нас Святым Духом. И вы знаете, самые мои драгоценные переживания были, когда я говорил Святому Духу, я говорил, Дух Святой, я провозглашаю, что Ты пришел в мою жизнь не чтобы жить как гость, а как хозяин этого дома. Ты не пришел в мою жизнь, чтобы жить в какой-то одной комнатке моего сердца. Нет. Ты пришел, чтобы действовать в моей жизни. Ты должен говорить в мою жизнь, и я знаю, что моя жизнь, она изменится, потому что я готов исполнять Твою волю. Эти драгоценные переживания, которые я сегодня хочу возгреть в каждом из вас Духом Святым, чтобы каждый из нас вновь вспомнил эти прекрасные моменты взаимоотношения с Господом. И они прекрасны, и их ничто не заменит. И вы знаете, в этом мире все временно мы переживаем какие-то мгновенные радости, такие ощущения счастья, но приходит новый день, и мы опять желаем, чтобы кто-то нас ободрил, чтобы кто-то нас обрадовал, но источник радости, он внутри Тебя и меня, Дух Святой внутри нас. Господь, Иисус Христос, есть источник живой воды в нашей жизни, и этим исполняться мы можем каждый раз, просыпаясь утром рано. Но порой мы настолько пропускаем это, и настолько мы засыхаем, и оказываемся в состоянии пустыни, и тогда уже хочешь, не хочешь, приходим и говорим, Господь, и злей, и злей твои воды. Это, знаете, тоже неплохо, ощущать полную пустыню, чтобы помогать, это помогает нам ощущать и знать важность Божьего присутствия в нашей жизни. И Божие Слово побуждает каждого из нас искать прежде всего Царствие Божие, остальное все приложится, говорит Божие Слово. И Царствие Божие же это не еда и питье, а мир, радость, праведность в Иисусе Христе Духом Святым. И это нельзя купить, это нельзя заменить на что-то, это приходит в нашу жизнь только Святым Духом. Но для этого нам необходимо быть близкими, желать этого, искать лица Господня. И в духовном жизни есть такие рвы. И как на военном поле, да, есть такие минные поля, где нужно одну тропинку. И когда мы проходим через трудности, когда есть проблема, и мы молимся, не приходят, и вы знаете, какие мины могут взорваться, это такие мины горечи, обиды, разочарования, вопросы, что Господь не знает, не знает, что Господь, не знает, что я прохожу. Знаешь, Божье Слово говорит, что ни одного волоса не упадет с твоей головой. Но знайте, как важно, чтобы в этом состоянии мы не позволяли разрываться этим минам горечи, разочарования. Не позволяйте, чтобы эти состояния принесли тень хотя бы сомнения, что Иисус любит вас, что Господь хочет изменить вашу жизнь просто всему в свое время. Я просто заверяю вас и прошу вас, чтобы вы держались Иисуса Христа и чудеса, они не запоздают в вашей жизни. И знаете, также на эту ситуацию очень прекрасно отвечает Аввакум, пророк Аввакум. Давайте прочитаем Аввакум 3, 17. Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила и Нива не дала пищи, хотя бы не стала овец. Знаете, Он не пророчествует, просто Он описывает те ситуации, которые встречаются в жизни человека, но Он говорит, несмотря ни на что, и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог силы моего, Он сделает ноги мои, как у оленей, на высоты мои возведет меня. Вы знаете, этот человек не просто заявляет, это не просто слова, но это видно, что этот человек пережил эти ситуации. Поэтому, как бы ни были сложны наши обстоятельства, запаздывают благословения, там опять какой-то провал, но у меня есть Бог, у меня есть Иисус Христос, и Он есть Бог спасения моего, и я буду радоваться о Господе Боге моем. И в любой ситуации я буду славить Его, я буду говорить, насколько Он мне дорог, насколько моя жизнь благословлена через Него, и тогда пускай плачет дьявол, пусть Он входит в траур, что и в этих ситуациях Божьи дети все равно радуются в Господе. И знаете, что происходит после этого? Опять есть какие-то переживания, потому что, посмотрите, Он говорит, Он делает мои ноги, как у оленя. Вы видели, как олени поднимаются на скалы? Сравните, как человек взбирается на скалу и как олень он поднимается на скалу. Два прыжка, и Он уже на вершине. И Авакум провозглашает, что Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Придет это время, драгоценные. Может быть, вы прошли свою пустыню, но я сегодня хочу пророчески сказать, что приходит время, когда ты будешь радоваться в Боге спасения твоего, будет происходить что-то сверхъестественное. Господь сделает ноги твои, как у оленя, и на высоты твои возведет тебя. Это все увидят. Аллилуйя! Есть еще одна мина. И знаете, какая это, когда Господь настолько благословляет человека, приходят благословения, и вдруг эти благословения занимают место Бога. Приходит высокомерие, звездная болезнь. Это другая мина, это другая крайность. А потом ищешь этого человека в церкви, а его нет. его же надо почему-то уговаривать, не пропускать собрания, объяснять ему, что Божие благословения это средство, а не цель для твоей жизни. Потому что вне Бога нет счастья. Потому что Божие благословения без Бога не смогут нас по-настоящему принести счастье в нашу жизнь. Поэтому это Божие присутствие, оно всегда радует меня. Да, конечно, прекрасно, когда мы получаем чудеса, знамения. Я говорю, Господь, но самое важное, это ты для меня. И ничто в моей жизни не затмит твою славу. И также здесь я хочу вспомнить одну притчу, которую рассказал Иисус Христос. Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. 14 глава. Здесь рассказывается о притче, которая говорит о человеке, который устроил пир и приглашает гостей. И когда рабы начинают приглашать гостей, озвучивая им время и место, знаете, что они говорят? Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. И тогда возникает естественный вопрос. Послушай, ты встретился с господом, господь приглашает тебя на свой пир, и он благословил тебя настолько, что ты смог купить землю. И вдруг в день пира это благословение становится препятствием, чтобы ты пришел к тому, кто дал тебе это. другой другой говорит в ответ на приглашение, то есть ему говорят, у тебя есть пригласительный билет, обратите внимание, туда можно попасть только по пригласительным билетам. А тот говорит, знаешь, я купил пять пар валов, поэтому мне необходимо их испытать, поэтому прошу тебя, извини меня. Послушай, ведь было время, когда у тебя не было этих валов, и тогда ты проводил время с Господом, молился, беседовал с Ним, а теперь у тебя есть бизнес, который крадет время общения с Господом, разве это не абсурд? Благословение становится препятствием, чтобы человек не приходил на Божие собрания, поэтому Божие Слово говорит, больше всего хранимого храни сердце твое, чтобы ничто и никто не смог заградить Божию славу в твоей жизни. Когда ты слышишь, что Бог собирает свой народ, ты должен бежать туда. Если этот пир проходит в церкви, значит, его дети должны прийти в дом Божий, а эти валы подождут, потому что Господь пригласил тебя на свой пир. Земля, она же никуда не убежит. Я приду, потом займусь этим вопросом. А третий говорит, ну, я женился, и поэтому не могу прийти. Почему-то мне здесь становится смешно. я женился, и потому не могу прийти. Мне вообще это кажется настолько абсурдным, я даже не хочу говорить об этом. Это что, идея фикс была у него? Найти жену, Господь, благослови меня, чтобы я женился. А дальше что? Что? Ты не приходишь, чтобы что-то совершить для Царства Божьего. Но на самом деле, слава Бог, за те супружеские пары, которые заключают брак, и у них одни и те же ценности угодить Господу, исполнить Божью волю. Потому что это правильно, а не просто смотришь, поженились, а потом их не найдешь. Что? Церковь мешает теперь вам быть счастливыми? Бог мешает. Опять же, я повторяю, вне Бога нет счастья. И даже некоторым кажется, вот для полного счастья не хватает жены или мужа, но если это все ищешь вне Бога, все будет потувшим. Потому что Господь только дает истинный свет, истинный блеск на все взаимоотношения, на все, что мы имеем. Поэтому не теряй Иисуса, прежде всего ищи Господа, ищи Царствие Божие, остальное все приложится. Вы знаете, в жизни апостола Павла, когда он еще был Савлом, случилась интересная история. Вы знаете, нельзя сказать, что это был неверующий человек, это был атеист. Нет, он служил Господу, и он был просто уверен, что он служил правильно, особенно, когда брал разрешение, чтобы гнать христиан. он думал, что он так угождает Богу. До того времени, когда, в очередной раз, когда он с определенным разрешением ехал в Дамаск, чтобы схватить опять христиан, он вдруг встречается с Иисусом Христом, который приходит жизнь Савла, как яркий свет, который видели люди, которые были с Павлом, но что говорил Господь, услышал только Савл. И вы знаете, этот фарисей из фарисеев, тот человек, который хвалился, что он учился у самого Гамалила, мудрый, самый мудрый человек на то время, и может быть, если бы он остался бы, вот в этом учении, может быть, он достиг бы высокой позиции среди своего общества, но вдруг он встречается с Иисусом и знаете, что он понимает, что до этого он вообще не знал Господа, потому что он спрашивает, Господи, кто ты? Это был первый вопрос, который он задал, обращенный к Богу. Иисус говорит, я Иисус Назарей, которого ты гонишь. И тогда второй вопрос, который задает Савл, что мне сделать для тебя? Тогда Иисус посылает его в Дамас и говорит, там я тебе скажу, что ты будешь делать для и на любви, они должны быть взаимоотношениями. Но как часто мы молимся и говорим, Господь, что ты можешь сделать для меня? Господь, сделай это для меня. Господь, Он Отец добрый. И даже нам Иисус заповедовал, просите у Бога Отца во имя Мое, и Отец вам дашь, чтобы ваша радость была совершенна. И это Божья любовь, Божье отношение к нам. Но давайте не забывать также, что у нас есть еще и вторая сторона, это отношение наше к нашему Небесному Отцу. И как Саввл, познав Иисуса Христа, он спрашивает, а что я могу сделать для тебя? И когда Иисус на самом деле обитает в нашем сердце, мы не сможем его не спрашивать. Господь, а что хочешь ты? И может быть сегодня тот день, когда мы после собрания или во время собрания обратимся к Господу, нашему любимому Спасителю, который столько много соделал в нашей жизни, спросить его, Господь, а что ты хочешь, чтобы я сделал сейчас, может быть, в ближайшем будущем, может быть, ты хочешь что-то мне поручить? И это взаимоотношение любви между нами и нашим Небесным Отцом. Хочу еще привести вам два жизненных примера из жизни Иосифа, который для многих из нас становится героем. Его жизнь показывает, прекрасно показывает, как важно быть с Господом даже в самые трудные моменты в нашей жизни, которые Господь обязательно обратит в славу. И здесь есть ключ, держаться за Господа в любых обстоятельствах. Что же произошло с Иосифом? Я, конечно же, прочитаю также Божие Слово, но сейчас хочу вам напомнить ту историю, когда с детства еще Иосиф мы видим по Писанию, что он любил Господа. Откуда это видно? Потому что мы видим его отношение к Господу. Мы видим, что Господь ему являются, даже дает сны пророческие. И второе, что мы можем заметить, что отец больше всех любил Иосифа из всех детей. Итак, так как Иосиф был сыном его старости, он как-то по-особенному относился к нему. И также у него было взаимоотношение с Богом. Но то, что он был любимчиком своего отца, это вызывало зависть у его братьев, и поэтому он подвергался гонениям. И можно сказать, у него были уже трудности с юности своей, но все равно он был близо с Господом. Но вот в его жизни происходит, можно сказать, ужасная история. Отец его отправляет понести гостинцев своим братьям, которые пасли овец. И так как уже Иосиф успел рассказать те сны, которые Господь ему показывал, уже братья как-то настроились против него. Но знаете, когда он рассказал эти сны, и знаете, что произошло? Братья сказали, значит, ты думаешь, что Бог все сделает так, чтобы мы, твои старшие братья, пришли и поклонились тебе? Да ты высокомерен. А когда он рассказал второй сон, тогда уже отец возмущается и говорит, Иосиф, что с тобой? Ты думаешь, чтобы я, твоя мать и твои одиннадцать братьев будут поклоняться тебе? Но вы знаете, Иаков был человеком, который знал, знал Бога. И поэтому первая реакция была, он удивился, возмутился, но второй реакцией написано, что он сложил эти слова в своем сердце. И как пророк Илья, помните такая же история Самуил, Илья и Самуил, когда Самуил слышал, слышал, что Господь призывает, но он не знал, что это Господь проговорит, и Илья сказал, это Господь говорит с тобой. Но что я хочу сказать? Итак, братья из-за зависти, из-за ненависти стали гнать Иосифа. И в духовной жизни Божие познание, знаете, Божье познание самый важный экзамен, когда мы сдаем, когда мы можем радоваться, когда Господь благословляет наших братьев, сестер, когда происходит что-то сверхъестественное, и мы можем от сердца радоваться за других, а не думать, ага, а почему ему, а не мне. Но когда мы учимся радоваться, это очень важный экзамен, который мы сдаем, если мы его сдаем, это говорит о нашей духовной зрелости. Поэтому очень важно, чтобы люди в нашем присутствии не боялись свидетельствовать о тех благословениях, которые Господь совершает в их жизни, чтобы вдруг нас не ранить, потому что мы можем завидовать и можем не радоваться. И что происходит в жизни Иосифа? так как братья не смогли порадоваться за Иосифа, они решили его убить, но потом продают его в рабство, зарабатывают, зарабатывают на крови своего брата. И думаю, что все, они разрешили все свои вопросы. Я не говорю, что переживал Яков, но написано, что караван измайльский, он купил Иосифа и увез его в Египет и продал в дом Патифара. И за короткое время написано, давайте вместе прочитаем, написано, что Патифар купил его, Бытие 39 голова, но написано, что Бог был с Иосифом и был успешен во всем, и когда Господин увидел, что Господь с ним, и что он преуспевает во всем, Иосиф нашел благодать и написано, и оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. И вы знаете, что мне нравится, что Иосиф был брошен в яму своими братьями, потом оказался в Египте, и из статуса любимого сына, он оказывается в статусе раба, но знаете, что отличает Иосифа, он не огорчается, он не обижается на Бога, он не начинает отыгрываться на других, он не начинает искать виновных в своей жизни, он даже не обвиняет Бога, не говорит, Господь, да я с детства сохранял твои заповеди, но что он говорит? Божье слово говорит, что Бог был с ним, и Бог поднимал его, и давал успех во всех делах рук его, и он обрел благодать перед глазах господина своего, и господин передал все, все в жизнь в руки Иосифа, то есть его жизнь была похожа на кардиограмму сердца, пик, падение, пик, падение, потом опять пик, Господь, он обретает благодать от Господа, что он становится управляющим дом, в доме Патифара, но здесь ключ в том, что Иосиф в каждой ситуации он любил Бога, познавал Бога и обретал через это благодать от Господа. Вы знаете, у этой истории есть также продолжение, которое показывает, что пришло испытание верности Иосифа Господу. Посмотрите, уже Иосиф не в яме, но он находится в прекрасном статусе управляющего, у него было все в его руках, кроме того, что принадлежало Патифару, то есть это его была жена. И здесь приходят испытания, во время которого испытываются его моральные ценности, его верность, и я скажу, что можно сказать, что испытывается его вся теология. если мы читали до этого, что человек сказал, что у меня земля, у меня там валы, я не могу прийти, но здесь написано, что рука Божия была с Иосифом даже во время этих тяжелых испытаниях. И после того, как Иосиф сохраняет свою верность, опять после пика идет падение, и он оказывается в тюрьме. Но знаете, что меня удивляет, этого не может быть, Господь, как ты мог опять этого допустить? Как вы думаете, он что, был из железа? Нет, у него была такая же плоть и такая же кровь, как есть у нас. То есть это все он испытывал на себе. Это не было легко, это была боль, сердечная боль, огорчение, разочарование. Вдруг кажется, что жизнь налаживается, и вдруг опять какое-то падение, тюрьма, из которой в принципе не было выхода. Но вместе с этими переживаниями, что отличало Иосифа, он не позволял этому всему завладеть, и написано, что Бог был с ним. И написано, что он опять стал успешным в тюрьме. И можно сказать, как можно быть успешным в тюрьме. Он стал управляющим в тюрьме. Но он оставался Божьим человеком. Он не смотрел это через какие-то воровские законы. Он смотрел это все глазами Божьими. И Господь дал ему благодать. Интересно, что Господь чудным образом выводит его из тюрьмы. из тюрьмы и поднимает его уже управляющим всем Египтом, делая его вторым человеком после фараона. Поэтому нам необходимо, на каком бы статусе мы ни находились, на пике нашей жизни или, как нам кажется, в самом низком падении, необходимо следить за своим сердцем, чтобы всегда целью нашей жизни был Иисус Христос. Чтобы ни успех, не вскружил нам голову. И когда мы попадаем в какие-то трудности, давайте не позволять, чтобы реки горечи завладели нам. Не позволяйте себе кого-то обвинять, искать виновных, церковь может быть, каких-то служителей, вообще никого. Если ты будешь продолжать своего Господа, будешь слушать Его голос и следовать за Ним, тогда Господь, поверьте, выведет вас из всяких скорб, из самых скорбных позиций и поднимет вас. И у каждого из нас есть эта территория, где Господь приготовил для нас путь благословения. И чем я хочу закончить эту историю? Иосиф, когда уже вошел в славу, у него родилось два сына. Пусть группа прославления пройдет. Итак, у Иосифа родились двое детей. Одного он назвал Ефрем, а другого назвал Монасия. Одно имя означает, что Господь освободил меня от всех уз в земле страдания, а Монасия означает, что Господь дал мне простор. Давайте все встанем. Итак, кто имеет Иисуса Христа в своей жизни? Тот, кто от всего сердца поклоняется Господу. Тот, у кого в сердце ничто и никто не заменит славу Иисуса Христа придет в твою жизнь, я тебе говорю пророчески и время Ефрема и Монасии, когда Господь освободит тебя от твоих скорби, выведет тебя из долины плача, и когда Господь даст тебе простор, рост, процветание, и все увидят, что Божия рука с тобой, что Господь благословил тебя и возвел тебя на твои высоты. Аллилуйя. Поэтому давайте от всего сердца поклонимся нашему Господу, откроем наши сердца, откроем перед Ним свои обстоятельства и попросим, чтобы Господь стал всем в нашей жизни. Господь, ты рядом с нами, и мы благодарим тебя, Господь, и славим твое святое имя. Мы благодарим тебя, Иисус Христос, за то, что ты нашел каждого из нас, за то, что ты вел нас, царство твое света, Господь. Благодарим тебя, Господь, что каждый из нас стал храмом для Духа Святого, и твой Дух Святой, как залог нашей жизни, что мы принадлежим тебе, Господь. Благодарим тебя, Господь, что ты стал, мы стали частью твоего пира, что твой Дух сегодня на нас, что твое живое присутствие есть в нашей жизни. Благодарим тебя, Господь, благодарим, благодарим тебя за эту великую привилегию, за эту честь, и мы сегодня хотим сегодня пережить исполнение Святым Духом, чтобы ты сегодня наполнил нас новым виновным. Вот, Господь, мы перед тобой, мы говорим, признаемся, что мы опустошены, и мы просим, чтобы ты наполнил, наполнил все наши опустошенные места, Господь, чтобы твое новое вино было влито в нас, чтобы оно принесло нам, Господь, новые взаимоотношения, новые отношения, чтобы по-новому мы смогли слышать тебя, чтобы по-новому мы смогли исполнять, Господь, твою волю, Господь, чтобы, Господь, желания твоего сердца были излиты и стали желаниями нашего сердца. Мы благословляем твое святое имя, услышь нашу молитву, Господь, и ответь. Ты, Господь, Бог чудес и знамений Но Ты, Господь, являешься чудом из чудес нашей жизни И мы говорим, да будет вся слава царю царей Господу господствующих, Аллилуйя Драгоценные, а сейчас я хочу обратиться ко всем тем Кто сегодня пришел в церковь в первый раз Первый раз вы на таком церковном собрании И вы знаете, ничего не случайного Я верю, что Господь запланировал именно этот день Когда вы придете и пойдете в собрание Его детей И сегодня тот день, когда Господь призывает конкретно тебя Когда Он стучится в твое сердце, чтобы стать твоим Господом и Спасителем И если ты сегодня пришел в первый раз, я приглашаю, выйди вперед Мы поможем тебе помолиться и благословим твою жизнь Чтобы всякого рода проклятия были разрушены И Божьи благословения пришли в твою жизнь И пока мы прославляем Господа Выходите вперед, не стесняйтесь, выходите смело Мы настолько рады, что вы сегодня в Доме Божьем Я верю, что Божье сердце сейчас ликует И Господь желает Также прийти в вашу жизнь, как когда-то Он посетил каждого из нас Он хочет стать вашим личным Господом и вашим личным Спасителем Я помню, в 2000 году мне было всего 18 лет Когда я открыл дверь своего сердца перед Господом Вы знаете, мы находились в совершенно другом месте Не было еще этого красивого здания Но я услышал Божий стук в свое сердце И написано, что Иисус Христос, когда вошел в Иерусалим Весь город пришел в движение Весь город пришел в движение Так, мой Иерусалим, мой город, город моей жизни Он пришел в движение Я думаю, что вы тоже будете иметь это переживание Когда откроете свое сердце перед Господом Иисусом Христом Потому что в вашу жизнь войдет тот, кто является жизнью Вы станете его детем, а он станет вашим отцом И как это происходит? Очень просто Через молитву, через общение с Господом Это и есть молитва Вы произнесете простые слова, но они должны исходить из вашего сердца И вы должны верить в эти слова Поэтому закройте Закройте ваши глаза, чтобы физический мир вам не мешал И произнесите эти слова из сердца и с верою Давайте вместе скажем Небесный Отец Во имя Иисуса Христа Я прихожу в Твое присутствие И перед небом и землей Я исповедую Что жил греховной жизнью Но сегодня Я верю Иисус Христос Что две тысячи лет тому назад Ты пошел на крест ради меня Ты умер за мои грехи Но ты воскрес для моего оправдания Поэтому я сейчас, сегодня, исповедую Тебя, Иисус Христос Своим Господом и Своим Спасителем Я прошу Тебя, Боже Прости меня Прости все мои грехи Очисть меня Твоей святой кровью Я благодарю Тебя, что через Иисуса Христа я становлюсь Твоим детем А Ты моим отцом Исполни меня Святым Духом Благослови мою жизнь и поведи меня по Твоим путям И вся слава добудет Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа Аминь Аминь Итак, возлюбленные, поздравляем вас с рождением свыше И у нас также есть еще небольшой подарок Это Новый Завет И также мы хотим благословить вас И мы верим, что в благословении церкви есть сила разрушать проклятие И, к сожалению, в Армении, хотя она христианская, люди наводят порчу Но у церкви есть сила разрушать все эти дела И если ты сам был соучастником этих дел, больше так не поступай Итак, мы сейчас, как церковь, помолимся за вас, чтобы разрушить власть проклятия вашей жизни И мы зовем Божие благословения Примите это, сферы Драгоценная церковь, давайте вместе помолимся и благословим этих драгоценных людей Итак, Небесный Отец, мы благословляем Твоих детей, которые сегодня заключили завет с Тобою Мы благословляем каждого, кто призвал Тебя своим Господом и Спасителем И с этого дня они Твои, а Ты их Бог И мы разрушаем во имя Иисуса Христа Всякие наследственные болезни, Господь Всякие наследственные проклятия Может быть, в их жизни была высвобождена порча Или еще какие-то колдовские дела во имя Иисуса Христа Да будет разрушено, Господь Пусть Твои небеса откроются над ними И мы просим Тебя Духом Святым Благослови каждого из них Пусть вместо проклятия и неудач придет Твой успех Радость, ликование И пусть они принимают Твою праведность Принимают Твою жизнь и жизнь с избытком во имя Иисуса Христа Аллилуйя, аминь И сегодня небеса ликуют Так написано в Божьем Слове Мы любим вас, Господь любит вас И это наша духовная семья, Божья семья И мы будем рады Во всякое время В субботу, воскресенье здесь проходят церковные служения Мы рады будем видеть вас Знаете, что у вас здесь есть свое место Вы член этой семьи А сейчас, как я уже обещала У нас есть небольшой подарок для вас По размеру небольшой Это Новый Завет И вон вы видите, там стоят служители Пройдите, пожалуйста, за ними И мы подарим вам подарок И на 5-10 минут побеседуем с вами Насколько мы благословенные люди Потому что Иисус Христос есть в нас Господь А мы овцы паства Его И у нас такой хороший, добрый пастырь А сейчас давайте примем слова благословения Да благословит тебя Господь и сохранит тебя Да предрит на тебя Господь светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя И даст тебе мир Благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святого Духа Со всеми нами Аминь